Всем привет! Меня зовут Алекс, это канал AlexKinderToys. И сегодня у нас праздничный сюрприз-микс Военная техника Технопарк, World of Tanks, металлические модели Пламенный мотор, Отряд Альфа, мини-фигурки по Второй мировой войне, Шарзуру Динострайк и другие. Будет интересно! Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали! Начнём с пластикового яйца Технопарк Военная техника. Нам тут обещают металлическую модельку. Изготовлено по лицензии ООО УАЗ. Крадыша, к сожалению, нет. Наверное, вот так выглядит вся коллекция. Всего 5 машинок. Мне попался вот такой шестиколёсный грузовик. Скорее всего, это Урал. И он, похоже, перевозит спецназ, судя по надписи. Хотя вполне возможно, что надпись это обманка. Вся машина в камуфляже. Кстати, заявлено, что моделька металлическая. Но из металлического тут только кабина. Остальное всё сделано из пластика. Шесть колёс с дисками, колёсики крутятся. А знаете, что самое интересное? Уралы по лицензии ОООЗа делают в Китае. Вот это забавно. С другой стороны, у Урала на кабине есть российский флаг. В принципе, машинка сделана неплохо. Прозрачные стёкла. В кабине видно сиденье, руль. Всё как надо. Ну и катается она тоже неплохо. Теперь давайте откроем пакетик с мини-фигурками. От Слубана. Помните, в предыдущем выпуске я открывал точно такой же с полицейскими? А теперь солдаты. Здесь будут солдаты Франции, США, СССР, Англии и Китая. В начале взглянем на вклады. Что-то тут очень много французов. Целых четыре. С пулемётом, с пистолетами. Это вообще какой-то странный француз. И обычный солдат в каске с автоматом. Также тут много англичан. Снайпер. Причём вот эти, скорее всего, двое сражаются где-то в Африке. Зенитчик. И ещё один снайпер. Всего лишь один советский боец. Но смотрите, как он летит и стреляет из двух стволов. Как в Матрице. Американский боец с прибором ночного видения. И два китайца. Отдельно с каждой фигуркой идёт много видов вооружения. И разборная игрушка. Пойду соберу всё это. Мне опался американский боец. В одной руке он держит снайперскую винтовку, в другой пистолет. Готов как к ближнему бою, так и к дальнему. Есть у него очки. Я думал, что это прибор ночного видения. Но, скорее всего, это просто лётные очки. Да и вообще похоже, что он в шлеме. Как лётчик. Может быть, он катапультировался. А может быть, он десантник. За спиной вроде рюкзачок есть. Точно. Либо лётчик, либо десантник. И у него, кстати, есть запасное оружие. И это оружие даже в запасных ладонях. Вот такой пистолет. И вот такой. Оружие второй мировой. Теперь откроем настоящую лимонку. Отряд Альфа от Юникон. С упаковкой потом можно играть. Бросать в неприятеля. Как она открывается? Ага, нашёл. Секретный нажим. При помощи которого граната разбирается. А внутри у нас конструктор. Пойду собирать. К сожалению, внутри гранаты нет вкладыша. У нас, скорее всего, отряд Альфа выглядит вот так. Суровые бойцы. Собрался прикольный боец. Стреляя сразу одновременно с двух винтовок. На то это и спецотряд. Каска у него интересная, белого цвета. Солнцезащитные очки. Наверное, где-то в Африке воюют. Или в других тёплых странах. Бронежилет на нём. Куча разных кармашков. Для спецприсособлений. На коленнике, что ли? Удобненько. Также в комплекте к этому бойцу есть пистолет и нож. Теперь давайте откроем коробочку-свитбокс тачки-байки Метро. Внутри пакетик с фруктовыми пастилками. И с какой-то классной тачкой. Есть вкладыш и наклейки. Всего в этой коллекции 6 машинок. Молния Маквин. Такийский Метер. Метер обычный. Кувалда Метер. Красный дракон Маквин. И мощный Макдрын. Не упался Кувалда Метер. Любитель рестлинга. Метер преуспел и в этом виде спорта. Он добивается победы среди грузовиков. И получает титул чемпиона мира. Но помощь устрашающего друга нашему герою всё же не повредит. Вот это да. Смотрите какой Кувалда Метер. Совсем не похож на себя обычного. Там был такой маленький пикапчик с крюком. А тут у него мощные колёса. Теперь где хочешь проедет. И по кому хочешь проедет. Маску одел как настоящий супергерой. Вернее рестлер. Улыбочка у него до самых фар. Игрушка мне нравится. Особенно конечно колёса. Крюк кстати можно маленько подвигать. Вот этим крюком в схватках он скорее всего цепляет противника и переворачивает. И эту игрушку ещё можно украсить при помощи наклеек. Катается тоже неплохо. Пластиковое яйцо World of Tanks. Мир танков. 3D игрушка внутри. А помимо игрушки, пакетик с мармеладом. Вначале взглянем на вкладыш. Неплохая коллекция танков. Целых 10 штук. Т-54, ИСУ-152, ИС-2, Тайгер-1, Пантер, Тайгер-2, Джак-Тайгер. Интересное название. Т-34-85, Т-62 и М-48. У каждого танка есть характеристики. Танк без дула. А как ставить дула? Готово. Джак-Тайгер. Танк с непонятным названием. И он немецкий. И вообще такого мрачного чёрного цвета. У этого танка вместо гусениц есть три колётика. Так что передвигаться он свободно может. Башня у него, конечно, не двигается. Дула тоже. Неплохая детализация. Текие лючки, приспособы. В общем, любителям танков должно понравиться. Пластиковое яйцо. Пламенный мотор. Внутри металлическая модель. Тут будет вот такая полицейская техника. Может попасться машинка, катер, либо вертолёт. Дополнительно заклеили что ли? Нет, просто не открыл. И у меня палась полицейская тачка. По-любому какая-нибудь лада. На чём же ещё наша полиция передвигается? ППС. Колёсики в машинке крутятся. Формированные диски. Сама машинка металлическая. Здесь, в отличие от предыдущего сюрприза, полностью всё металлическое. Только стёкла пластиковые. Стёкла прозрачные. Там видно два ряда сидений. Приборную панель видно. Мигалки на крыше. Расцветка, как полагается. А вот фары можно было выделить другим цветом. Колёсики крутятся. Внизу тоже всё сделано. А где же наши латы делают? Чини. Там же, где и уазы. Всё в Чини делается. Ну и ездит она тоже хорошо. Теперь давайте откроем вот такую пластиковую капсулу с Бэтменом. DC Comics. Лишнее убрали. Капсула вскрылась. Внутри есть складыш. Вот люблю, когда складыши кладут. Сразу понятно, что за коллекция. Сколько игрушек внутри. В этой коллекции у нас есть пару Бэтменов. Робин. Найтвинг. Супер редкий Бэтмен. Хотелось бы, конечно, его найти. Также тут есть Чёрная Молния. Джокер. Бэйн. Соломон Гранди. И супер редкий Джокер. Производитель сюрпризов Спинмастер. Так, так, так. А не редкий ли мне Джокер попался? Судя по всему, действительно попался супер редкий Джокер. Вот у него костюм один в один. Такой же блестящий. Да и рыбы. В этом всё попроще. Джокер главный соперник Бэтмена. И в этот раз он будет его останавливать при помощи пушек рыб. Смотри, какие-то они зубы огромные. Интересно, чем эти рыбины стреляются? По-любому, чем-то опасным. Красивые краски использованы в этой игрушке. Зелёный такой, насыщенный. Джокер, как обычно, в костюмчике гоняет. С улыбочкой до ушей. Ты смотри, как классное лицо сделано. Мне нравится. Ещё эту фигурку можно прицепить по отставке. Из пластиковых капсул DC Comics Batman у меня уже собрано 7 фигурок. Осталось найти ещё 3. Теперь давайте посмотрим на военную технику от Fanny Box. Бонус внутри. Собери все грузовички, которые перевозят различную технику. Ракеты, вертолёты, ещё ракеты, танки и ништяки. Скорее всего, тут спецназ ей. Ты будущее нашей страны, ты юный защитник нашей Родины. Собери всю военную технику и расставь её на поле боя. Хотя вот на коробочке коллекция совсем другая. Тут три машины и вертолёт. Мне, кстати, попался. Вертолёт. И что-то ещё положили. А положили маленькие наклейки с военной тематикой. Вертолётик выглядит неплохо. Жалко, что на вкладыше не написано марка. Кстати, у этого вертолёта винт раскладывается. Раз. И может крутиться. Задник, к сожалению, не крутится. Игрушка сама по себе очень лёгкая. Сделана из пластика. Тонированная кабина. Чтоб не видно было, кто тут летит на нём. В принципе, по качеству неплохо. Да и цена не сильно большая на эти сюрпризы. Откроем ещё один свитбокс. А теперь с коллекцией Мстители. Игурка в красивом пакетике с логотипом Марвел. И фруктовые постилки. Коллекция небольшая. Пять фигурок. Халк, Чёрная Вдова, Железный Человек, Капитан Америка и Тор. И мне попался Халк. Один из моих любимых супергероев Марвел. Огромная доза гаммы излучения трансформировала ДНК учёного Брюса Бэннера, пробудив в его генах скрытого героя Халка. Немногословный, невероятной силы Халк, как часть команды Мстителей, помогая справляться с угрозами, доказывая миру, что он самый сильный, из героев. Он не только самый сильный, но и самый огромный. Вы просто посмотрите, какая гора мышц. Халк гоняет только в шортах. Больше ничего на его размер не может найти в магазинах. А шорты у него такие эластичные, растягиваются. Он может и в виде профессора в них ходить, и потом раз в Халка превратился, и шорты растянулись под нужный размер. Скорее всего, Тони Старк ему такие разработал. Кулачища-то у него огромные, а этой рукой он хочет кого-то поймать. Хмурый взгляд. Кстати, голова довольно маленькая для такого тела, почему-то не увеличивается. Халк стоит на какой-то зелёной подставке. По канализации, что ли, лазит. В целом, фигурка зачётная. Пакетик Турборали. Продаются такие в магазине Красное и Белое. Обещают нам 12 видов машинок. Машинка есть, вкладыша нет. Скорее всего, машинки просто отличаются цветом. Жёлтый, зелёный, а мне попала синяя. Вот такая гоночная тачка. Вроде бы Формула-1, но выглядит как-то по-мультяшному. Специально её так уменьшили. А, может быть, это детская версия Формулы-1. Вот и гонщик торчит. Хоть ему бы какое-нибудь стекло поставили. Хотя шлем защитный есть, но всё равно. При такой скорости, на которой они гоняют, неудобно без стекла защитного. Спойлер большой. Четыре колеса. Диски какие-то так себе. Мне не очень нравится. Выступает он под номером 7. Игрушка пластиковая. Сделана сами знаете где. Ну, давайте попробуем, как она ездит. Есть инерционный механизм. Вот это хорошо. Разгоняется медленно, как будто на дизеле работает. Но потом хорошо набирает ход. Ещё одна коллекция. В пластиковых яйцах пламенный мотор. Но предыдущие были полицейские машины. А тут будут военные. Танк, вертолёт, БТР. Интересно, что мне попадётся. Сразу понятно, чья это военная техника. Вооружённые силы России. Российский флаг. Сверху пулемёт. Пулемёт, кстати, вращается. Это, скорее всего, БТР. Четыре мощных колеса у него. Сама машинка полностью бронированная. И металлическая. Сделана там же. Детализация отличная. Но ещё мне нравится цвет этой машинки. Только с завода вышла техника. Халк даже БТР может остановить. Пластиковый шар. Пять сюрпризов Зуру. Динострайк. Глоу ин зе дарк. Светятся в темноте. Динозавры. Тринадцать новых светящихся динозавров. Интересненько. Хотел бы от Ресератопса найти. Как обычно, проблема с перфорацией. Но к этому я уже привык. Не любят они меня. Здесь ещё один слой. Крепляем штучку. И наш сюрприз открылся. Пять ломтиков. В каждом что-то спрятано. Похоже, части динозавра. О, туловище. Хотел Аликс Трицератопса. И он его получил. Лапы и вкладыш положили. Давайте взглянем на вкладыш. Это, скорее всего, инструкция по сборке. Пригодится ещё. Вкладыш сделал интересно. В виде фишек. Похоже, все динозавры могут светиться в темноте. И у каждого есть какое-то оружие. Ну, на картинках они смотрятся круто. Вот он, мой Трицератус. С бластерной пушкой на спине. В броне. Причём, некоторые динозавры сделаны в виде скелетов. Мне такие не очень нравятся. О, есть даже летающий. И редкий. Спинозаур-скелетон. Золотистый. Так. Ещё что-то я не достал. Пушка динозавра. И ещё конечности. Пойду собирать. В общем, собрался вот такой огромный Трицератус. Рогатый. С защитной маски. С бронёй на спине. На этой броне он таскает огромную пушку, которая стреляет снарядами. И, кстати, стрелять она по-настоящему может. Нажимаем на кнопку. И снаряд вылетает. Перезаряжаем. Жалко, что мало снарядов положили. Ну-ка в Халка прицелимся. В Халку даже такие снаряды нипочём. Отлетает. Выглядит динозавр прикольно. Кожа как настоящая. Тут какие-то узоры. Правда, вот броня верхняя плохо держится. Ещё у этого динозавра подвижная голова. Вправо-влево может двигать. И также подвижный хвост. Кстати, за хвост его дёргаем, и голова двигается. Осталось проверить эту игрушку на то, как она светится в темноте. Погнали. У динозавра светится броня и пушка. И мне осталось открыть последний сюрприз. Металлическая банка Технопарк с военной техникой. О, баночка-то прозрачная. Крышка открывается. Техника выезжает. Это похожий БТР. Восьмиколёсный. Фигурка металлическая, камуфлированная. Есть российский флаг. Башня у БТРа вращается. Это здорово. Люблю подвижные детали. Детализация неплохая. В принципе, похож на вот эту технику. Да и на эту. Да, как я и думал, это БТР. Вот здорово, что написали модель. Теперь у меня много военной техники. Можно и с Халком сразиться. Вот такие классные игрушки мне попались в праздничном сюрприз-миксе. Много классной военной техники. Отличные супергерои и суперзлодеи. И даже боевой Трисератопс. А как вам выпуск? Какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пищику. С мармеладиком. Правда, его сегодня немного. Нога.